приветствую вас друзья на моем канале сегодня я вам хочу показать один из очень простых соусов которые пришел к нам из мексики и называется он гвакамоле соус этот делается из авокадо очень простой употребляет его в мексике не только в мексике как правило кукурузным чипсом и к мясу так как я этого соуса буду делать немного буквально может быть на для всей семьи нам по один раз пока поесть и на этом все потому что авокадо имеет свойство быстро заветриваться и зеленого становится серым чтобы этого не произошло конечно мы используем лимонный сок но он тоже действует до поры до времени значит для рецепта мне понадобится один спел авокадо два очищенных маленьких зубочка чеснока если вы любите очень много чеснока можете взять побольше и буквально от свежего чили но я возьму совсем немножко то есть я возьму вот такую маленькую часть много мне надо пару веточек свежей кинзы один лимон и я еще добавляю но это тоже дело добровольное я добавляю мой соус плавленый сыр значит что делаю первую очередь первую очередь я обдам кипятком лимон буквально немножко мне нужно его просто смыть его весь воск и протираем его салфеткой чистим авокадо обрезаю с двух сторон надрезаю вставляю ложку и счищаю тщательно вычищаю с кожуры всю мякоть так авокадо надрезаем часть режем его на небольшие кубики вытаскиваем косточку я люблю в соусе показать маленькие кубики авокадо поэтому я немного оставлю и не пропилирую весь авокадо то есть маленькую часть я оставлю чили мелко режу добавляю чеснок просто немного измельчаю и тут кинза кинза дело такое что кто-то любит кто-то не любит если кто-то не любит кинзу можете ее убрать если вам вас устроит больше петрушка добавьте петровку если нет то лучше оставьте у нас в семье кинзу едят с удовольствием тоже ее немного измельчу теперь я натру немного цедры буквально совсем немного все это достаточно лимонный сок добавляем авокадо соль я добавлю еще немного сахара чтобы лимонный сок немного сгладить ну и буквально ложку плавленого сыра и все это перебиваем ну меня все устраивает добавляю оставшуюся порезанную порезанный авокадо обрабатываю точно также немного соком лимона кто-то пользуется кто-то любит лимон кто-то сок лайма но это все дело добровольное никого ни к чему не принуждаю соус перемешиваем все он готов я его сейчас буду есть с мясом чтобы соус не стал серым раньше времени желательно его накрыть пленкой так чтобы воздуха практически не оставалось так он может спокойно простоять день ничего с ним не случится что добавляют еще еще в авокадо добавляют очищенные помидоры то есть помидор ошпаривают снимая с него шкурку и берут только филе нарезают мелкими кубиками и добавлять непосредственно сам соус а ну вот такой простой довольно быстро мне понадобилось на него сколько со всеми с рассказами туда-сюда минут семь не более того но тем не менее в дальнейшем покажу вам другие соусы может вам что-то и понравится с приготовленным соусом авокадо я буду как только стек обжариться я его помещу духовку и еще минут 12 буду его при температуре 200 градусов вверх-вниз запекать он у меня получится очень сочным картофель готовится зелень готова авокадо готов ну вот у меня все готово я приступаю к подаче и 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 немного масла немного петрушки и авокадо то есть то из-за чего мы здесь сегодня все собрались а замечательно я уже в предвкушении как хорошо я сейчас пообедаю заканчивая свой репортаж питайтесь достойно будьте здоровы до новых встреч ну вот друзья я как-то неожиданно решился приготовить еще один соус который очень хорошо пахтует картофелю соус называется моху и он пришел к нам из испании для этого соуса нам нужно нам уже сладкий перец значит смотрите я его предварительно смазал маслом и поставил в духовку на при температуре 200 градусов вверх-вниз на 40 минут после того как я его с духовки вынул он сейчас у меня еще очень горячим я его поместил в полиэтиленовый пакетик для того чтобы он у меня вспотел после того как он немного подостынет я с него сниму эту тонкую шкурку которая нам в дальнейшем не понадобится в качестве дополнительных ингредиентов которые к нему идут я в тостере подсушил немного хлеба я его прокрутил в маленькой ступке при помощи этих хлебных крошек мы будем соус нас нас загущать также я взял чеснока возьму еще один лимон ну не один лимон это будет много немножко лимона и немножко оливкового масла у меня совершенно случайно в холодильнике оказалось орегано я возьму добавлю орегано вообще по правилам сюда идет перетертая зыра которая как который дает такой эффектный запах но но моя семья это запах не очень уважает поэтому я его оставлю я уже сказал я принципе сегодня не планировал снимать видео про соус про моха соус ну тем не менее раз уж так пошло значит смотрите картофель который которому я приготовил это соус он выглядит у меня так здесь крупно порезанная карту картофель на четыре части с немного корнем сельдерея и моркови все это я замешал в чашке с добавлением оливкового масла соли перца прованский трав добавил немного свежего росмарина и немного сладкой паприки в порошке все это тщательно перемешал и готовилась у меня все это 40 минут при температуре 210 градусов так сейчас время обеденное и у меня уже честно говоря держаться нету больше сил так хочется перекусить поэтому мы пойдем на хитрость как это обычно делается так одеваем перчатку такую знаете для официантов чтобы они не обжигали себе руки сверху другую резиновую перчатку и теперь я могу спокойно работать с моей горячей паприкой не боясь что я обожгусь одна рука остается у меня без перчатки она мне не нужно потому что я буду работать не только только ножом так ну вот видите паприка вспотела и теперь шкурка отходит очень легко все паприка готова добавляем чеснок добавляем орегано немного перца добавлю буквально чуть-чуть копченой паприки очень передает эффектный запах солим немножко кислоты масло и все тщательно перемалываем пробуем на вкус буквально еще немного соли чуточки не хватает соус муху готов вот такая у него консистенция по густоте вот такая консистенция перекладываем в пиалочку ну вот друзья мой обед готов у меня на обед говяжий мини стек соус муху кусочек хлеба и морковь с картофелем кусочков сельдерея ну а вам я всем хочу пожелать приятного аппетита питайтесь достойно живите долго буду снимать для вас видео может вы что-то для себя выберете до новых встреч